Всем привет, дорогие сытоводы, на канале Дача Без Проблемы, и с вами я, Людмила. Сегодня я хочу уделить внимание такому декоративному растению, как ива. Но не просто ива, а сплетённое именно из прути, в виде вот такой, ну скажем, бочонка. Чтобы она у вас была красивой и декоративной, опять же таки возвращаемся к стрижке. Потому что если вы её стричь не будете, у вас будет тонкая, голенькая, с длинными ветвями шапка. Но это некрасиво. Если вы хотите создать красивую пышную крону, сейчас я расскажу, что нужно делать. В первую очередь ивы то растение, которое любит обильный полив и стрижку. Поэтому мы всегда её поливаем, чтобы была красивая зелёная листва, и стрижём, чтобы была густая крона. Обязательно низ мы закрываем любым укрывным материалом. Ну, я так всегда делаю, потому что почва во всех композициях у меня замульчирована. И мне будет легче потом собрать опавшую срезанную листву и веточки. Сейчас мы пройдём секатором и срежем, которые у нас приросты появились. Их обязательно срезаем в течение сезона. Этот контролируем. Если же у вас тугие становятся вот эти крепежи, их нужно обязательно расслаблять. Иначе они у вас будут впиваться в ветви. Потому что в течение всего времени вот эти вот прути растут и утолщаются. И нужно вот эти крепежи обязательно расслаблять. Со временем они, конечно же, срастутся. Тогда уже можно будет убрать эти крепежи. Но сам каркас, конечно же, останется. Потому что есть ивы не обязательно плетён на каркасе. Они же есть и прямыми стеблями. Значит, здесь мы укрыли. И вот эту часть мы тоже будем укрывать, чтобы туда у нас не попала листва. Оттуда будет сложнее убирать. Я вот так для нашей прически делаю, закутываю пакет. Значит, эту стрижку я буду делать кусторезом. Сравняю всю макушку и по контуру. Не бойтесь стричь прям посильнее. Тогда у вас будет более густая кровность. Хочу добавить, что любая стрижка именно ивы, она стимулирует, что у вас будут расти тоненькие веточки. Которые будут с не очень крупными листами и будут создавать более густую форму. Вот сейчас я её подстригла. И вы видите, что веточки прям тонюсенькие. Потому что иву я эту стригу каждые две недели. Она очень быстро нарастает. И чтобы поддержать густоту и красоту формы, я её стригу. И чтобы не было длинных толстых веток. Потому что толстые ветки, они не создают красоту именно декоративной задумки вот этих плетёных ив. Шапки нужно обязательно стричь. Ну что, вот такой у нас получился результат. Пробуйте. Я считаю, что иву стричь может даже самый начинающий и не совсем опытный садовод стрижки. Поэтому стригите, пробуйте. И у вас будет прекрасное всегда декоративное растение. Не будет терять свою декоративность. И всегда растение будет здоровым. Потому что стрижка стимулирует также более сильный иммунитет у растения. Всем прекрасного сада!